День с толком В студии Ирина Корчегина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Для тех, кто лечится дома, первая бесплатная партия лекарств от коронавируса поступила в Алтайский край. Штрафы за большие формы. На трассе Бейск-Белокуриха появился пункт весового и габаритного контроля. Красота в погонах. В Барнауле выбрали мисс уголовно-исполнительной системы. Начнем выпуск с новостей медицины. В Алтайский край прибыла первая партия бесплатных лекарств от коронавируса. Их должны передать людям, которые лечатся дома. Пока поступили 3000 упаковок на сумму более 9 миллионов рублей. Препараты сейчас распределяют между поликлиниками. Именно они и будут выдавать лекарства. Добавим, что на закупку бесплатных медикаментов регион получил 87 миллионов рублей. Тем временем, еще 8 смертей в ковидных госпиталях края. Таким образом, число умерших пациентов перевалило за тысячу. За сутки в регионе подтвердились 233 новых случаев заражения коронавирусом. Около 2,5 тысяч человек сейчас проходят лечение в красных зонах. В тяжелом состоянии находится 574 человека. К аппарату ИВЛ подключено 152 пациента. В резерве остаются более полутора тысяч койко-мест. С вами Пиравира. Лекарств прямого назначения от коронавируса в алтайских аптеках нет. Впрочем, по-прежнему там нет и других необходимых препаратов. Таковы результаты рейда, которые проводят алтайские общественники. Они начали мониторинг на наличие медикаментов в аптеках края. Будет посещено более 50 аптек, 30 из них в городе Барнауле, 20 в других населенных пунктах алтайского края. Мы проверяем наличие не конкретных каких-то лекарств с конкретным наивынованием, а наличие таблеток, содержащих конкретное вещество, обладающих противовирусным, противомикробным действием. Павибиравир есть? Но он же рецептурный препарат. В наличии есть? В наличии нет. В списке 15 препаратов, которые могут помочь в лечении коронавируса, это антибиотики, противовирусные, жаропонижающие. В этой барнаульской аптеке ситуация очень даже хорошая. Не было лишь одного лекарства. Пока максимальное число дефицита по краевой столице – 5 наименований. Для сравнения, в это же самое время в одной из аллейских аптек есть только 6 из 15 препаратов, а в горняке еще хуже – только 3. К слову, ранее общественники уже проводили подобный рейд по всей стране. Тогда лекарств не хватало в каждой третьей аптеке. Улучшилась ситуация или нет, скажут результаты этого мониторинга. Добавим также, что на фоне дефицита провизоры фиксируют рост цены на препараты в среднем на 5%. Что касается отгрузок, то с отменой маркировки работать стало проще. В связи с этим даже поставки улучшились, потому что я думаю, что у дистрибьюторов были такие же проблемы. Хорошо. Сейчас поэтому немножко у нас картина получше, чем в октябре. Товар появился. С завтрашнего дня Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию. Специалисты регионального управления будут консультировать население о сроках исполнения и выдачи результатов тестов. Горячая линия всероссийская. Звонить можно как в рабочие, так и в выходные дни по телефонам в Барнауле с 10 до 17 часов. И к другим темам. Краевой бюджет возвращают на рассмотрение в первое чтение. Связано это с федеральной поддержкой, которую ждали депутаты региона. Какие сферы получат дополнительные средства в сюжете Анастасии Дороган. Помощи ждали и она пришла. Рабочей группе по бюджету края пришлось вновь пересмотреть денежные графы и перекроить расходы. Регион поддержала федерация. Доходы и расходы регионального финансового документа выросли на 10%. 124 и 129 миллиардов рублей соответственно. Увеличился и дефицит. 5 с лишним миллиардов рублей. Но он все еще в пределах нормы. На социальные сферы и пошли дополнительные 17,5 миллиардов. Собственных доходов из них почти 2 миллиарда с акциза на ГСМ. Остальное помощь федерации. Так, край получил деньги на зарплату бюджетникам. Краевую казну пополнили президентские выплаты, средства на питание школьников, а также поддержка для сирот, многодетных семей. Увеличение расходов на здравоохранение, к чему некоторые депутаты призывали не раз на предыдущих сессиях, произошло. Почти полтора миллиарда рублей. И миллиард из них пойдет на закупку нового медоборудования. Премий по теме бюджета на этот раз не было. Депутаты единогласно утвердили новые вливания, так как на носу утверждение финансов всех уровней. Мы выйдем на параметры бюджета во втором чтении, установленное время. А самое главное, что мы сделаем так, что 27-го будет сессия. Все муниципалитеты, которые должны тоже принимать уже бюджеты на 21 год, они успеют вовремя, своевременно принять бюджеты, довести до граждан, до организации предприятий. Для баланса бюджетов городов и районов края добавят 300 миллионов рублей. А в общем, дотации местным бюджетам на будущий год составят чуть больше 2 миллиардов. Кстати, доработают и проект бюджета фонда медстрахования края. Утвердить главный финансовый документ в окончательной версии планируют на предстоящей ноябрьской сессии. На Алтае будут судить банду золотоискателей, похитивших драгметалла на 18 с лишним миллионов рублей. По данным следствия, руководители двух артелей незаконно добывали золото без лицензии, перевозили и хранили его под видом минерального сырья. Переработанный металл обвиняемые продавали коммерческому банку, хотя по закону должны были передать фонд государства. В попытке уйти от уголовного преследования, один из злоумышленников предложил взятку оперативному сотруднику ФСБ в размере 300 тысяч рублей, но был задержан. В ходе предварительного следствия обвиняемый, вину в содеянном, признал и заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В целях возмещения вреда следователям Следственного комитета на его имущество наложен арест на общую сумму более 6 миллионов рублей. В настоящее время ведется расследование в отношении еще двух учредителей предприятий. На трассе Бейск-Белокуриха появился новый пункт весового и габаритного контроля. Его установили на въезде в Смоленский район. И теперь специальный измерительный прибор будет в автоматическом режиме выявлять водителей, которые допустили нарушение по весу и габаритам перевозимого груза. Как это выглядит на практике, расскажет Никита Ермаков. Весовой контроль равно безопасность, утверждают эксперты. На трассе Р-368 из Бейска в Белокуриху теперь появился новый пункт автоматического весового и габаритного контроля. Для примера, стоимость устройства вот этих весов, которые мы на этой дороге установили, на дороге Бейска-Белокуриха, она обошлась бюджетом порядка 32 миллионов рублей. Но нерадивые перевозчики, а таковы у нас, к сожалению, еще имеются, они разрушают сотни километров. А километр дороги стоит приблизить на такую же сумму. Такой прибор способен в автоматическом режиме выявлять водителей, которые допустили нарушения по весу или габаритам перевозимого груза или самого транспортного средства. Перевес, говорят специалисты, как раз и разрушает дорожное полотно. Проезды сортированы по времени, получается, самый новый 12-36, в данном случае это в реальном времени практически. Здесь отображаются все проезды без нарушений автомобилей и с нарушениями. Если мы хотим сортировать только с нарушениями, можно здесь убрать галочку без нарушений, будут показываться общая масса осевые нагрузки и нарушения по габаритам. Система фиксирует практически все параметры груза и машины, но злоумышленники, говорят специалисты, все равно пытаются ее обойти, не осознавая, что таким образом они влияют на безопасность дорожного движения. Недобросовестные, естественно, водители. Пытаются замазать грязью, она продается в баллончиках, снегом затирают, ставят специальные рамки, наклейки на номера, которые не читаются. Опускают специальное устройство, закрывающее номера. Да, такое есть, случается. Пытаются объезжать пункты весового контроля. Открывшийся дорожный пункт шестой по счету в крае. Ранее такие установили на въезде в Барнаулку, Тихую Ельцовку и по другим направлениям. При этом Алтайавтодор заверил, что ежегодно будет появляться по два новых измерительных комплекса. А к 2024-му их все интегрируют в общую систему дорожного управления. Это значит, что фотонарушители автоматически направят в ГИБДД и его ждут санкции за перевес. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в Барнауле торжественно открыли аллею памяти и славы. Она расположена возле здания регионального МЧС и появилась благодаря общественникам, региональным спасателям, фонду Владимира Шаманова, защитники Отечества. Это память о людях, наших земляках, спасателях, пожарных, ликвидаторах, чрезвычайных ситуаций, всех видов, которые отдали свою жизнь за то, чтобы спасти здоровье и жизнь других людей. В гости церемонии открытия отметили символичность появления аллеи в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летие МЧС России. Сегодня же сразу после открытия аллеи спасатели получили 14 автомобилей, 6 из них предназначены для ликвидации пожаров. Их осветил митрополит Барнаульский Алтайский отец Сергий. Новая техника должна повысить эффективность службы в городах и районах края. В Барнаульском парке Изумрудный стало намного светлее. Впервые за несколько лет в парке появилось полноценное освещение. Здесь начали устанавливать новые фонари. Скоро все 105 уличных светильников засияют по периметру парка и вдоль новой велобеговой дорожки. Напомним, больше года назад долгое время пребывавший в запустении парк перешел в краевую собственность. Также он стал одним из победителей народного голосования по программе развития комфортной городской среды. На выделенные 32 миллиона рублей в парке сделали велобеговую дорожку и начали решать вопрос с освещением. Одновременно на краевые деньги на месте вырубок высадили новые деревья. Кстати, неравнодушные граждане сообщили руководству парка, что сюда время от времени наведываются люди с намерением срубить молодые елочки. Руководство Изумрудного намерено усилить охрану и призывает горожан и дальше проявлять бдительность. Что касается фонарей, то их установку должны завершить уже сегодня. И на выходных барнаульцы смогут гулять по парку до поздней ночи. Когда прапорщики, лейтенанты и капитаны выясняют, кто из них самый красивый. В Барнауле сегодня выбрали мисс уголовно-исполнительной системы. В конкурсе красоты и таланта участвовали сотрудницы УИС со всего края. На необычном мероприятии побывала наша съемочная группа. Планы большие. Намерения тоже. Стать генералом мне смелость поможет. Смело и красиво и в погонах. В жизни эти девушки ведут воинский учет сотрудников, организуют мобилизационную подготовку и проводят лекции по гражданской обороне. На протяжении последних двух дней они сражаются за титул мисс уголовно-исполнительной системы. И этот конкурс точно не похож на типичный конкурс красоты. Мы вчера сдавали зачеты, и я устала и спала как убитая. Поэтому не особо нервничала ночью. Не любая девушка, которая просто милоидным лицом, может быть допущена к участию в данном конкурсе. У нас есть обязательное требование. Это то, что конкурсантка должна отслужить не менее трех лет уже в уголовно-исполнительной системе, иметь довольно высокий профессиональный и служебный уровень. 24, ниже, ниже, 25, 26. Испытания по огневой и физической подготовке, тесты на знание нормативно-правовой базы. Чтобы получить заветную корону, важно иметь хорошие служебные и боевые оценки. Много кто узнал, что я все-таки лейтенант внутренней службы, что я уже работаю в исправительной колонии. И были, ну, правда, дико даже удивлены, что они мне говорили, по тебе не скажешь, что ты работаешь в такой структуре. Два дня испытаний стресса и ожидания. Титул мисс уголовно-исполнительной системы присуждается старшему лейтенанту внутренней службы Анне Кольченко. Несколько лет девушка работает в пресс-службе УФСИН. Я понимаю, насколько это сложно, перешагнуть через вот эту ступень, что ты сотрудник. Потому что погоны накладывают на себя какие-то ограничения. Ну, ты уже не можешь настолько свободным, там, безобразничать в обществе. И поэтому это все, кто здесь сегодня находится, они уже в какой-то мере победители. Победили себя, победили свой страх выйти на сцену, вспомнили все свои таланты. Кстати, на стрельбах Анна показала лучший результат – 28 очков из 30. Теперь ей предстоит попасть в цель на следующем этапе всероссийского конкурса. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Иван Сухасыр. День с толком. На подмостке в шестой раз. В Барнауле начались репетиции очередного сезона театрального проекта «Большая сцена». До премьеры осталось меньше месяца, и артисты в весьма напряженном режиме готовятся удивлять зрителей. Наш корреспондент Анастасия Дороган заглянула в закулисье проекта, чтобы рассказать, над чем работают участники большой сцены. Флирт, влюбленность, страсть – игра не на шутку, тем более, что играют саму игру. Спектакли театра и закулисье – вот над чем работают те, для кого сами подмостки в новинку. 16 предпринимателей Барнаула – участники проекта «Большая сцена». Я не умею себя перед людьми подавать, и хотелось бы научиться, плюс, правда, людей боюсь. Ну, то есть, сейчас мы стоим перед камерой, я, может, более-менее уверенно выгляжу, но, на самом деле, я сейчас умираю от страха, помогите. Я все время иду туда, когда страшно, потому что по итогу, вечно оказывается, что там ресурсов можно больше всего набрать. Шестой сезон не стандартен, у большой сцены – большие формы. Прежде актеры ставили несколько коротких пьес. В этот раз будет всего два, но почти часа в их спектакле. Учиться думать и работать как артисты предприниматели начали всего месяц назад. Репетировали группами, учили текст. Сегодня первый совместный прогон. У Евгении Гарте необычная роль – легко вжиться не получится. Актрису, которая играет мужскую роль, ну, у нее есть вопросы, да, по этому поводу. И я тоже, когда я сюда пришла, не ожидала, что он будет такой роль. Ну, это даже интереснее, прикольнее, потому что я такая девочка-девочка, почувствует себя, и сыграет мужчину. Прям опыт классный. Очень внятно и просмотреться должно. Вот вам все, что от меня достанется. Почти все участники шестого сезона здесь впервые. Опытных артистов всего трое. Режиссер музтеатра Татьяна Столбовская говорит, что самое сложное для нее – донести до актера, а ему понять поставленные задачи. И разбор предлагаемых обстоятельств, и подробное объяснение, кто они, зачем они, что они делают. Рассмешить, конечно, зрителя намного сложнее, чем заставить его заплакать. А эта группа как раз работает над комедией «Целуй меня, Кэт». Позитив сейчас нужен как никогда. Артемий Панченко, главред журнала «Автограф» организатора большой сцены, одновременно и сам участник говорит, этот год непростой, но отказаться от проекта они не могли. Поскольку проект уже за пять сезонов предыдущих очень хорошо себя зарекомендовал, очень много людей хочет и участвовать, и приходить смотреть спектакли, мы не могли его не провести. Есть какие-то наметки, возможно, по каким-то, наверное, онлайн-трансляциям, которые мы будем делать, но проект должен был состояться. Премьера спектакля состоится 7 декабря. На доработку всего пара недель. И за это время артисты должны стать сплоченной труппой, научиться чувствовать партнера и зрителя, чтобы перевоплотиться на время совсем в другого человека. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Кристофер». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok